Открыла форум госсекретарь Гульшара Абдукаликова, зачитав приветственное слово Нурсултана Назарбаева к участникам, в котором отмечается, что проект Туранжер призван стать важнейшей основой общенационального патриотизма. Это один из шести проектов программы модернизации общественного сознания Рухани-Жангру, который уже стал сердцевиной масштабных преобразований политики и экономики Казахстана. В конце своего обращения глава государства выразил уверенность, что подобные форумы пройдут и в других регионах. На первом в Казахстане форуме земляков собрались 300 уроженцев Актюбинской области. Выдающийся ученый Зенитула Инсепов из университета штата Индиана преодолел тысячи километров, чтобы обнять своих соотечественников. Еще один гость из США – профессор Жолдас Кульжанов. Его предки жили на Актюбинской земле. Меня пригласили туда приехать, сделать мастер-класс. С тех пор мы работаем. Здесь уже мой третий или четвертый приезд. Я вижу прогресс медицинских классов, которые задуманы. Это, я думаю, очень большое дело. Предприниматели, которые успешно развивают свой бизнес за рубежом, готовы вкладывать свои деньги в развитие родины. Сегодня на форуме с инвесторами было заключено 20 соглашений. В том числе по строительству электростанции на 700 мегаватт и освоению месторождения бурого угля. Стоимость проекта – 48 миллиардов тенге. Работу там получат 400 актюбинцев. Также в регионе откроют производство ветрогенераторов и реанимируют трикотажную фабрику. Открывают в регионе и социальные объекты. В микрорайоне Бат-Ис-2 презентовали дворец единоборств, построенный в рамках проекта «Туганжер». В новом спорткомплексе проходит турнир под дзюдо на Кубок президента страны. Единоборства в Казахстане – это такие ударные виды спорта, которые традиционно приносят нам медали на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Образно говоря, способствуют продвижению позитивного имиджа страны на весь мир. Между тем, еще 5 миллиардов тенге участники форума направят на развитие родного края. Завтра в учебных заведениях региона пройдут научные конференции и встречи с именитыми земляками. Ведущие хирурги проведут 25 сложнейших операций по восстановлению зрения, лечению спинного и головного мозга, а также по пересадке почек и печени. Гости съездят и в свои родные аулы. Лейла Уэсова, Инадин Молдобеков, Айбек Даутов. Итоги дня – Октубе.